Ну, вот со всеми этими новостями, что по каким-то странным референдумам, что он пообещал Макрону Зеленске, Байдену, да, и вообще какие-то странные игрища, какой референд по Донбассу пояснить, может, всеукраинский, что ли? И по Крыму что-то тоже? Да, он хочет провести всеукраинский референдум, правда, он отвечал как-то так, вообще непонятно. Вот если будет такой вызов, да, вот такой выклык, то тогда мы проведем референдум и примем решение о плане Б. На самом деле заявлял он об этом плане Б и о планах на свой референдум еще в конце 19-го года. Причем, да, собственно, декабрь, да, ровно два года тому назад он тогда заявил о том, что вот если, я не собираюсь пять лет ждать окончания войны, отвожу себе ровно год, говорил он, подчеркиваю, в 19-м году, и вот если ничего не решится, ничего не изменится с мертвой точки, то значит проведем референдум и будет план Б, которого я не хочу, стена, отрезаем Донбасс, все, полная стена и ничего больше. Ну, тогда его, правда, за этот план Б хорошо так вжарили сами националисты радикальные, мол, как это так, это сдача Донбасса, за что мы воевали. Вот, ну, вот видите, вдруг, видимо, от отчаяния сейчас Зеленский заговорил снова об этом плане, поговорив с Байденом, с Макроном и так и не поговорив с Путиным, как он того добивался. В принципе, вы знаете, я не представляю, как он будет проводить этот референдум, которому он давно грозится, но если они действительно примут план, которым все, возводят там стену очередную, у них стен уже много, забывают о Донбассе, он сам признается, что в таком случае Донбасс будет уже не Украиной. Вот, слава Богу, если они при этом перестанут стрелять, совершать диверсионные акты на нашей территории, употреблять все эти упомянутые вами сейчас Байрактары, Тамагавки и прочее, прочее, то я буду только благодарен, забудьте, отвернитесь и уже чхать на вас, на эти стены, блокада, значит блокада, будем торговать с Россией, благо указ Путина сейчас это помогает. Но я что-то слабо верю, что даже возведя там железобетонные стены, они откажутся от диверсии, от терактов, от взрывов, они уже иначе не умеют просто, они кровью этой не насытились и боюсь не насытятся в ближайшее время. Я абсолютно с тобой согласен, потому что с трудом вериться об этой стену и так далее. Это, я даже не понимаю, что это игра во что-то, потому что что такое план Б? Только ли стена, или как раз, может, наоборот, да? Вот это... Нет, он так говорил в свое время. Ну, он так говорил два года назад, что сейчас у него в голове, и что он подозревает под планом Б, никто не может знать, да? Как правило, план Б подозревает некое более радикальное решение там военного плана. Может, у него это в голове, вот он лазит там на передовой. Он сейчас упомянул тоже, стена слова прозвучала, правда, очень в последнее время он же разучился разговаривать и по-украински, и по-русски, и когда пытается сформулировать мысль, там можно вот плавать в этой мысли и пытаться понять, что же он хотел сказать очень долго. У него же возникла химия с Борисом Джонсоном, как заявил его министр антранных дел. А учитывая, что сейчас у Бориса Джонсона ищут кокаин там, значит, в туалетах ближайших на Дамнинг-стрит, то соответствуют... То есть у них одинаковая слабость, судя по всему. Диммер у них, видимо, одинаковый. Нюхают, да, нюхают. Химия у них общая. Показывал, как он нюхает, но это явная симптоматика, как говорится, нюхача, да, так сказать? Ну, господи, прости, господи, кто же это правит бедной Украиной? Ну, ужас какой-то. Своя химия у него возникла, видать. Вот, то есть и в этой связи из того, что он сейчас попытался там сказать, по-моему, сам испугавшись этого вопроса, он допустил референдум как раз вот по варианту стены. Ну, и дай бог, господи, лишь бы эта стена... Они сами эту стену не нарушали. Слушай, ну, в это с трудом верится, что они там стену какую-то будут... Просто несерьезно, да, кстати, да. Я не знаю, зачем это он делает. То ли как-то показать кому-то о своей миролюбии, да, но потом ни Байден, ни Макрон, ни в целом Запад ему не дадут. Даже если он вдруг произвёт чудо, захочет это сделать. Они заинтересованы в постоянном напряжении на Донбассе и непосредственно у границ российских филиалов. Это очевидная вещь, да, потому что это игра, да, даже не дипломатическая игра, а какая-то информационная, я не знаю как. Может, действительно перенюхал там. Я думаю, он в данном случае не играет, а пытается сформулировать что-то от страха. То есть он поговорил с Байденом и, судя по его комментариям, он, мягко говоря, не очень доволен тем, что ему было сказано. А я так понимаю, было сказано, что хватит уже этих игр, будем разговаривать с США и Россией. То есть сейчас Зеленский заявил в этом интервью сегодняшнем, которое вот только-только закончилось, что теперь мы пытаемся создать ещё одну площадку, где будут вестись переговоры. Но при этом желательно сохранить нормандскую площадку. Чем больше майданчиков, тем будет лучше. Они же все дети Майдана, им теперь майданчики подавали. Вот, и, соответственно, он заявил, что это новая платформочка, это Россия, США и Украина. Но из чего можно предположить, что России, в общем, с Зеленским разговаривать смысла особого нету. Ну, во всяком случае, по тем вопросам, которые он хочет во главу угла ставить, Донбасс и Крыль. Ну и, соответственно, вот решили убрать лишнего, собственно, Зеленского. Зачем? Если всё равно всё должно принимать решением, согласованием позиций США. Я, кстати, давно это предлагал. Когда он у нас тут... Владимир, извини, давай посмотрим, как он на его... Ну, это реакция наркомана, какая они, смотри, смотри. Смотри, смотри, смотри. Вот показывают нам, начать, ролик, где человек... Я вот, смотри, ну, смотри, как он дёргает носом, как он поправляет всё это дело, да. Ну, явно перенес... Ну, смотри, ну, это же ужас какой-то. Слушайте, это президент страны, да, который вот, ну, я не знаю... Ну, у него химия возникла с Борисом, ну, что делать? Ну, там, бог с ним, Борис... Забористая химия возникла. Слушай, ну, вот на Украине-то смотрят, и они ничего не видят, что ли, кто и руководит страной, да? Всё видят, воссоем. Какая они, да, так сказать? Поэтому и рейтинги... Правда, вы же понимаете, альтернатива, которая там у него есть, типа Петров Порошенко, всевозможная, Юлия Тимошенко, которая тоже, ну, будем так говорить, обвинялась в том же самом, да. Вот, то есть, вот вам какие там альтернативы-то присутствуют. Так что в этом смысле уже, по-моему, привыкла украинская публика к таким... Ну, это ужасно. Жалко украинский народ, там, не чужой нам народ, по большому счёту, что имя про это такое. Большое спасибо, Владимир, спасибо. Спасибо, до свидания, рад вас приветствовать. А, нет, вот мне говорят, что нам надо ещё побеседовать. Значит, ну, слушай, хорошо, вот давай поговорим так, и вот что мы будем на это смотреть, вот уже сколько лет, 7 лет, 8-й год смотрим, да? Вот у меня, я тебе скажу честно, откровенно, да, я считаю, у нас должен быть некий план, он реалистичный план. Ну, вот я не верю, что завтра в Киеве в результате каких-то выборов президента или, значит, Рады поменяется власть. И вдруг эта власть станет дружной Российской Федерацией, она поймёт проблему Донбасса, там, Крыма, да, и, в общем-то, отвернётся от Запада. Ты же понимаешь, никто в это здравом уме в будущем не верит, да? Возникает вопрос, а что делать? Что делать в этом плане, да? Я сейчас выскажу своё мнение, а ты вот скажи, прав я или не прав. Но мне кажется, мы должны поставить некую реалистичную цель, да? Потому что я ещё раз говорю, мир не знает своей истории, когда бы Соединённые Штаты, Запад в целом уходил с той иной стороны, контролируя её полностью. Вот сейчас Коцк рассказывал, да, насколько в военном отношении они контролируют, да? По сути, это плацдаром натовский, да? И действительно, они несут при этом ответственность за Украину, они могут её использовать против нас как угодно, они не уйдут оттуда, да? В истории, я ещё раз говорю, было три случая, когда Запад уходил, он уходил в результате неких революционных событий. Будь то в Иране, на Кубе или вот в Афганистане, там, что произошло. На Украине то же самое должно произойти, в моём понимании, освобождение украинского народа от этих предателей, вот этого наркомана, ему подобных, да, деятелей, которые предают свой собственный народ. Ну, вот в моём понимании, что такое комплекс, первое, экономическое, сто раз говорили. Ну, России надо не просто продекларировать возможность, значит, экономических санкций, а чётко их делать. Причём, по некоторым перечям некоторых товаров, просто, ну, давно надо было делать, говорю с машинных материалов, то, что связано с оборонкой, да, с армией, возможно, с войной, машиностроение, это боеприпасы, там, да, так далее. Мы должны вводить, заристочаясь санкции, возможность сельхозяйственных продукций, потому что это народ, мы не против народа Украины, да. Я, вы знаете, я, как историк Украины, хочу сказать, что из Украины Запад неоднократно уходил, вот, и уходил в результате, как вы, верно, заметили, и революционных всевозможных событий, и бунтов, и войн. Мы помним, как Запад бежал под ударами Богдана Хмельницкого, мы помним, как Запад бежал, там, после Полтавской битвы, да, мы помним, как этот Запад деклассированный, распропагандированный уходил в 1918 году, когда немецкие, заходили, главное, немецкие полки, начищенные, красивые, стройным шагом в апреле-майе 1918 года, а уходили полностью вообще деклассированные, уже через несколько месяцев после этого. Ну, и, конечно, мы помним, как Запад был разбит, в том числе на этой Украине, нашими дедами в 1941-1944 годах. То есть, и сейчас, наверное, действительно потребуются очень серьезные акции, действия, может быть, и революционные потрясения для того, чтобы Запад ушел, тут иллюзий питать не надо. Что нужно делать нам? Ну, тут, я думаю, мы с вами единомышленники, и давно, моя цель всегда была, как только состоялся этот злосчастный референдум, которому мы 30 лет тут отмечали, 1 декабря 1991 года, я всю жизнь живу мечтой, это моя жизненная цель, воссоединить мой родной Донбасс с моей родной Россией. Я, конечно, мечтаю рано или поздно увидеть Донбасс в составе моей родины, Российской Федерации. Так что в этом смысле это конечная цель, от которой я все равно никогда не откажусь. Но при этом, да, сейчас можно ограниться признанием независимых ДНР, ЛНР. А возможно, кстати, и без признания начать прямые военные поставки, официальные. Я всегда привожу в этом плане пример взаимоотношений США и Тайваня, которые, заметьте, американцы вроде бы признают частью Китая. И тем не менее, официально у них договор об обороне, поставки оружия и так далее и тому подобное. Так что, как видите, прецеденты нам создают наши же европольские противники. Вариантов огромное множество. И то, что сейчас делается, вот этот указ о начале торговых, экономических отношений с Донбассом, давно назревший, на мой взгляд. Сейчас бы еще упростить таможенные правила, а вообще идеально было бы ликвидировать эту таможню и перенести ее на линию соприкосновения, по большому счету. Это было бы тоже идеальный вариант. Так что, на самом деле, поля для маневра у нас очень много. И я считаю, что, конечно, давно назрел вариант заключения действительно серьезного оборонного соглашения с пока, как сказал Владимир Путин, непризнанными Донецкой и Луганской народными республиками. Просто потому, что действительно жители Донбасса находятся в подвешенном состоянии. Вот 8 лет уже скоро, как идет эта война. И знаете, что такое 8 лет? Две великие отечественные войны. Ну, можете себе представить, что переживают люди, которые постоянно живут под этими бомбежками. И вот 8 лет у них там где-то прилетают рядом снаряды, совершаются какие-то диверсионные акты со стороны Украины. Так что, конечно, надо этот вопрос решать, решать кардинально и давно, на мой взгляд. Ну, я понимаю, что придут в Турцию. Кстати, извините, Семен Анатольевич, извините, ради бога, я вот в продолжение вашего разговора с Александром, вы упомянули, что Совет Федерации должен принять решение о праве ввести войска в Донбасс или на Украину. А, кстати, у нас такое решение есть. Я специально сейчас даже пересмотрел решение Совета Федерации 15-го года, когда принималось решение о вводе войск в Сирию, ограниченного контингента, так скажем. То ведь это решение с открытой датой, без названия региона. И на основании этого решения Совета Федерации, хочу напомнить, не так давно наши миротворцы появились в Нагорном Карабахе. То есть, тогда же Песков объяснил, что то решение Совета Федерации, оно с открытой датой. Его можно всегда, в любой момент использовать. У президента России в этом плане полностью развязана ручка. Да, это хорошо. Ну, я другой пример приведу. Турция, она оккупирует значительную часть территории Сирии. Азазу, Джалабрус, Африн, да, они там, по сути, установили. Это, по сути, уже территория аннексирована Турцией. Он прямо это говорит, да. То есть, это уже, там действует вся система, значит, экономическая, в первую очередь, да и военная там, по сути, да, турецкого государства, да. И никто ничего, вот он, почему мы должны на Донбассе этого не делать? Я думаю, это надо делать, нет всякого сомнения, что будет большая подвижка, да. Я вот еще хочу сказать, что и по Украине, да, вот мы приняли там 700 тысяч человек гражданства Российской Федерации. Скажи, пожалуйста, ты как человек, знающий хорошо этот регион, а если мы на Юго-Востоке Украины, значит, в других регионах примем 2-3 миллиона человек гражданства России, это подорвет мобилизационные, значит, проблемы, ресурсы Украины? Это создать возможность впоследствии, базируясь на этом, создавать какие-то альтернативные Киеву структуры управления этими регионами, да, там, неформальные, да. Вот я как-то приводил прямо по Афганистану, там же была уникальная ситуация. Если компенсационные силы, если власть там, ну, последней власти, которая была в Кабуле для Талибана, и были официально губернатор теневой от Талибана. Он зачастую власть в ситуации больше, чем официальная власть, потому что люди шли к нему, да, в конечном счете сейчас мы же можем еще потерять. Там же русскоязычное население, оно постепенно подвергается ассимиляции, правильно, нет, да? Ведь что такое запрет на русский язык и так далее? Это ассимиляция, и мы можем потерять через поколение тех, на кого можно опереться. Как ты вот к этому предложению относишься? Вы знаете, сначала буквально два слова о Турции, а что там в Сирии? Это более давний пример, давайте вспомним, Северный Кипр. Там уже все, уже составляет часть Турции. Уже, да, уже на всех картах Турции, я там часто бывал, видел, висят магазины там всюду. Север указан как один из регионов Турции, и никого это там не парит, не смущает. Что там считает Европа, где там кто возмущается. Страна НАТО, между прочим, и ничего. Турецкие войска находятся на Северном Кипре. Как и турецкие администрации, да. Оккупирована территория. В этом плане тут, если уж брать пример Турции, можно даже не Сирию более свежую вспоминать. А что касается идеи выдачи паспортов, ну, мы должны понимать, люди, конечно, не рискнут в своей массе получать эти паспорта. Во-первых, по сути, это сделать негде. Консульство и посольство российские на Украине находятся в осадном положении, там персонал сведен до минимума, а консульские вопросы фактически там не решаются. То есть людям надо выезжать куда-то и получать где-то эти паспорта, но при этом это риск для них, риск потерять свободу, риск подвергнуться санкциям, астракизму. Вы же знаете, сейчас готовятся законопроекты, которые не лишают. Да, но это и усилит антикиевские настроения, да, у людей пойдет тенденция к этому, понимаешь, это тоже очень важно. Антикиевские настроения там и так сильны, если уж так посмотреть на результаты выборов в том же Юго-Востоке, да. Но дело в том, что им же надо что-то кушать, куда-то ходить на работу, где-то зарабатывать, а вот не хочет человек сидеть в тюрьме, если вдруг окажется, что у него российский паспорт. Ну, такой вопрос достаточно интересный. Не попытаться сделать это, трудно ответить, в конце концов, что это обернется, да. Но это какой-то шаг, да, это будет. Потом в информационном плане, вот смотри, есть Донбасс-реалии, да, есть Донбасс, там, я не знаю, Крым, там, еще чего-то, да. Это, оказывается, структура радиостанции «Свобода», да. А почему бы, да, правильно, а почему бы нам не сделать там отдельно радиостанции, вещающие со специфики Херсона, Одессы, Харькова и так далее? Ну, честно говоря, было бы здорово, хотя, конечно, желательно, чтобы и там люди находились. А опять-таки мы знаем, каким преследованием подвергаются любые граждане Украины, которые даже чуть-чуть где-то в чем-то сотрудничают с российскими государственными СМИ и так далее. То есть, в принципе, есть такая структура, вы знаете, Украина.ру, которая пытается там региональные какие-то вещи вести, проекты вести. Но, в принципе, идея ваша абсолютно верна. То, что делает «Радио Свобода» своими региональными проектами, это к вчерашнему разговору Владимира Путина с Сокуровым, да, то есть это, по сути, разжигание сепаратизма на территории России. Они на русском языке, используя в том числе и местный ресурс. По сути дела, вот в этих региональных проектах пытаются вот эту мысль постоянно разжечь, о том, что вот сепаратизм, надо отделяться от России, в России плохо, мы будем жить независимо хорошо. Вот это на деньги госдепа идет разжигание, попытка разжигания. Пока что очень не получается, но идет попытка разжигания подобных сепаратистских настроений. Я считаю, что нужно симметрично открывать подобные проекты, ну, как минимум, знаете, по Техасу, по Шотландии, по целому ряду. Ну, хотя бы начать с Украины, с этих регионов, да, Юго-Восток Украины. Следующий момент. Но почему бы нам не специально квоты не иметь в наших рядах ведущихся вузах для обучения, выходцев с Юго-Востока Украины? Пусть учатся. В советское время мы обучали у нас и не только в гражданских вузах, да, вот я знаю, что в Одесском округе было два такого училища. Одно под Одессой, точнее, в Одессе, а другое Первомайское. Это в Крыму, где обучали вот выходцев неких стран, да, так сказать, готовили их там и так далее. Почему бы нам эту практику не использовать сейчас по отношению к той же Украине, а, возможно, не только Украине? Нет, квоты такие существуют, причем существуют очень давно еще, по-моему, припасли Черномырдине, они вводились. Другое дело, что, как мне сам Черномырдин говорил, вот мы ввели квоты, а они даже не заполняются. Но это было еще до войны, само собой, задолго до войны. Вот, ну, во многом так посольство старалось об этих квотах, знал только очень узкий круг приближенных к этому посольству людей. Но, в целом, такие квоты существовали, насколько мне известно, существуют для выходцев с Украины. Они заполняются, нет? Они используются? Я вообще давно не считаю, что... Да, я считаю, что нужно и расширять, но для этого нужно, опять-таки, действительно расширять возможности для граждан Украины получать в упрощенном порядке, в действительно упрощенном порядке российское гражданство и все эти... Я сам, вы знаете, прошел много, значит, ступеней, получая российское гражданство. Как и Спиридон, бедный, не знаю, получил он, нет, не знаю, как. Нет, еще нет, Спиридон не получил. Но я строго... Не, я, понимаете, я, наверное, мог как-то через задние двери, через черный ход, но я строго по всем, значит, пунктам шел. И скажу вам, ну, это действительно очень серьезное такое испытание. Это я уроженец России, русский там до каких-то, ну, во всех коленах, что называется, да. Можно себе представить, что там испытывают жители, там, Чернигово, Киева, которых не было возможности, как у нас со Спиридоном жителей Донбасса, да, находиться на территории России, не выезжая за ее пределы ввиду специальных вот этих распоряжений по жителям Донбасса. Это сложнейшая проблема, которую надо решать, это, конечно. Хорошо, хорошо, спасибо, Владимир.